Универсальный периодический обзор Второй этап осуществления рекомендаций в период между двумя обзорами И заключительный третий этап – оценка хода выполнения рекомендаций и развития положения прав человека в государстве со времени проведения предыдущего обзора В основе обзора положения прав человека каждого государства лежат три документа Первый документ – это национальный доклад, подготовленный рассматриваемым государством Перед началом составления национального доклада государство призывается к проведению широкого процесса совещаний на национальном уровне с участием всех соответствующих сторон Второй документ – это свод сведений Управления Верховного комиссара по правам человека В который вошла информация, представленная договорными органами, мандатариями специальных процедур и агентствами ООН Третий документ – резюме докладов других заинтересованных сторон В основе которого – представление организаций гражданского общества и национальных правозащитных организаций Обзор положения прав человека, проводимый в Женеве, состоит из трех стадий Первая – обзор государства, проводимый рабочей группой, продолжительностью 3,5 часа Рабочая группа состоит из государств-членов ООН и государств-наблюдателей Государство предоставляет рекомендации по улучшению положения прав человека в рассматриваемом государстве Рекомендации обобщаются в проекте доклада, в котором в среднем насчитывается около 200 рекомендаций Вторая стадия – это принятие проекта доклада рабочей группой через несколько дней после проведения обзора И заключительная, третья стадия – это официальное утверждение проекта доклада с Советом по правам человека Несколькими месяцами позже На данном этапе рассматриваемое государство должно объявить, какие рекомендации поддержаны, а какие приняты во внимание УПО является поистине уникальным правозащитным процессом, в ходе которого рассматриваются все государства-члены ООН И учитываются все права человека, такие как гражданские, политические, экономические, социальные, культурные Независимо от размера и положения рассматриваемого государства УПО – это процесс, осуществляемый государствами Но несмотря на это, гражданское общество, национальные правозащитные учреждения, СМИ, а также сами граждане играют решающую роль в процессе обзора СМИ, а также сами граждане национальные правозащитные учреждения